ребята вы что не были никогда в магазине холодильных запчастей ну это будет уже вообще ну самое интересное вот самое сложное что что здесь может быть теперь смотрите другая ситуация если наоборот если например всем привет сегодня пойдет речь у нас о термостатах о термореле о замене термостат замене термореле и о взаимозаменяемости термостатов термореле скажу сразу что не все конечно согласны с моей точки зрения очень часто очень многие вещи я упрощаю и я говорю какие-то в своих роликах вещи которые можно сделать проще можно сделать быстрее можно сделать дешевле можно заработать больше но и не все люди с этим согласны и реакция бывает очень даже неоднозначная послушайте это же бред 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 послушайте что вы несете что вы такое сочиняете ну бред же ну бред в общем не все согласны но мы продолжаем если кому не нравится можете делать так как считаете нужным это просто моя точка зрения так как я считаю может кому-то будет полезной но кому-то нет если кому не нравится но это же вас никто не заставляет так делать можете так делать как хотите делать по-своему в общем в чем суть когда мы занимаемся ремонтом холодильников и все холодильники хотя они принципиально устроены одинаково но в то же самое время есть какие-то мини различия минимальные каждый производитель немножко делает по-своему немножко делает свои какие-то нюансы и в общем когда вы разбираете холодильник и начинаете смотреть маркирую вот этих запчастей они они все разные получается они все разные и очень часто вот я слышу такое мнение что люди пишут вот мне в комментариях что так делать нельзя нужно найти запчасть родную как бы найти запчасть ту которая стояла вот на холодильнике найти точно такую же и поставить точно такую же ну что тут сказать ребята вы что не были никогда в магазине холодильных запчастей если кто был в этом магазине то тот знает что ни в одном магазине никогда нету всего то что нужно в каждом магазине заходишь какие-то вещи представлены как бы хорошо а какие-то нет в другом магазине заходишь там наоборот там это есть этого нету и в общем ни в одном магазине нету как бы всего того что нужно чтобы вот ты ходишь в этот магазин только и все и больше никуда не обращаешься и там есть запчасти на все 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 вообще модели холодильников которые существуют в мире нету такого магазина его просто-напросто в природе не существует это один момент второй момент даже если бы этот магазин например существовал такой идеальный магазин в котором продаются все запчасти ну как как это выглядел бы ремонт как вы что купили бы все запчасти в холодильные и возили бы их с собой или что вы бы это сам купили фуру фура холодильщика которая едет этот самый магазин и и все запчасти везет с собой просто те люди которые вот пишут такие комментарии и дают такие советы и вот я хочу спросить а вы вообще чинили холодильники вы их вообще видели вообще сталкивались с этим вообще понимаете вот эту специфику работы и какие вопросы стоят вот например приведу такой пример у человека вышел из строя термостат термореле вы приезжаете на вызов вы уже поехали вы уже потратили время вы сложили инструмент сложили все там в сумке где-то упаковали сложили в машину сели приехали потратили время потратили бензин все диагностировали поломка термостата теперь ситуация что вам делать дальше уезжать и ехать в магазин по магазинам вернее турне по магазинам делать почему потому что это не факт что вы зайдете в магазин и такое точно термореле там будет в наличии это еще не факт вы можете зайти в 1 2 3 потом ну не найти вот в тех кто что в вашем городе магазинах вот у нас так постоянно происходит и некоторые там например запчасти если уж вы хотите заморочиться то их приходится заказывать заказывать и потом из других городов по почте получать и как будет выглядеть ремонт холодильника вы зашли диагностирую термостат переписали модель а такое такая то модель заказали по почте но все я через неделю приеду второй раз правильно теперь вопрос а сколько будет стоить такой ремонт и сколько вы на нем заработаете ну вот реально дело в том что этих термостатов очень много очень много даже если мы возьмем обычный вот этот как бы стандартный этот к 59 и зайдем на сайт вот есть такой сайт там где показаны весь вот этот модельный ряд вы можете посмотреть что их просто ну огромное количество честно я когда сюда первый раз зашел я даже честно я такого не ожидал я думал ну зайду может быть будет там ну пару штук каких-то там два три пять там мы собственно почему сюда ну как бы начали заглядывать вот эти маркировки почему потому что бывает такое что не все холодильники выходят на вот эти заданные температуры и мы как-то взяли термостат и которые начинали выключаться при минус 15 это было очень неудобно это было очень неудобно и нам было тяжело как бы так отрегулировать холодильник настроить и он у нас выключался очень как бы долго то есть мне никак мы не могли настроить его на нормальный режим и то есть начали искать термостат и которые выключались бы ну хотя бы там начиная от минус десяти и вот когда зашли посмотреть переписать вот эти модели какие есть маркировки я был удивлен что их оказывается так много их такое огромное количество вообще существует в природе но при этом всем их нету в продаже вот что самое интересное и если у вас на холодильнике попался такой термостат например с каким-то таким номером и вы там его начнете искать как бы купить не факт что вы его найдете теперь дальше идем если этот термостат например взять и возить с собой универсальный то вопрос какой это должен быть термостат каким характеристикам он должен соответствовать чем они вообще отличаются если мы возьмем например сам корпус термостата вот это посадочное место вот эта гайка и шток этот под ручку который надевается ручка на него регулятора то мы увидим что в принципе все термостаты они ну если не одинаковые дону почти одинаковые но по крайней мере вот это место посадочное и вот этот выход на ручку они точно у всех одинаковые то есть в принципе 99 процентов термостатов один вместо другого вы можете ставить смело в плане того что вот на его место штатное как бы он поместится он там расположится и все будет нормально то есть он подойдет теперь идем дальше такой немаловажный аспект это капиллярная трубка длина капиллярной трубки вот по капиллярной трубки отличаются термостаты как быть есть разная длина есть там 0 9 метра 1 и 2 метра полтора метра там два метра в общем ну каждый каждый производитель каждый по-разному в разных местах располагает там чуть выше там чуть ниже там холодильники с верхней морозилка с нижней морозилкой от этого длина капиллярной трубки разная вопрос какую длину капиллярной трубки брать можно взять несколько например вариантов взять один короткий и один длинный например смотрите если длина капиллярной трубки больше что делать но ее можно просто смотать смотать сделать несколько витков там не знаю там 5-7 витков намотать и где-то аккуратненько спрятать где-то под крышкой в общем он нормально помещается то есть если капиллярная трубка длиннее это не проблема если она короче да это проблема конечно ее уже не нарастишь она просто физически не достанет до этого места замера которое нам нужно и может не получиться то есть как делаем мы берем просто-напросто один длинный один короткий возим с собой дежурный все поменяли потом как бы следующий раз подкупили закупили то есть можно даже возить с собой по длинный если у вас например даже попался такой холодильник там где короткая эта трубка вы можете вот этот избыток капиллярной трубки смотать в рулончик и где-то спрятать аккуратненько и все и он будет точно также работать теперь вопрос дальше капиллярная трубка она бывает в такой изоляции белой а бывает без изоляции белой и вот тоже люди очень многие думают что это так сильно влияет на работу холодильника на вот этот замер конечно это влияет но не так сильно но это не настолько критично вы понимаете что что такое термостат и вот эта настройка термостата ручка когда человек выставляет там 1 2 3 4 5 это такая очень как бы условность человек вот этой ручкой просто ищет такую золотую середину выбирая для себя режим который для него наиболее оптимальный как бы когда продукты как бы и охлажденные в то же время он их там не переохлаждает ничего там у него не замерзает не подмерзает все как только он этот режим выбрал просто методом как говорится пробы ошибок эта ручка так и остается в таком положении пока этот холодильник не сломается в общем эта регулировка она ни для чего не предназначена и получается так что если у вас там например стоял термостат с заизолированной этой трубкой вы потом ставите без этой изоляции ну и что был холодильник там стоял на двоечке человек выставит на троечку или там стоял на четверочке выставит на троечку ну что какая разница все равно он будет работать так же само все вот эти циклы будут происходить и ничего не изменится теперь идем дальше ну это будет уже вообще ну самое интересное вот самое сложное что что здесь может быть вообще в этой теме из-за чего собственно все у нас могут быть какие-то споры споры и вопросы возникать вот это вопрос электропроводов электроконтакта вот какие провода выходят количество контактов вот как вы можете убедиться если вот термостаты они все устроены как бы внешне похоже по размерам похоже ну вот количество контактов и подключения у них разное и значит ну вот что нам делать как нам быть если мы возьмем какой-то термостат вместо родного ставим а он не подходит там другие контакты другие провода же ну что делать как как же его подключить я вам скажу так что все вот эти термостаты все термореле это по сути просто обыкновенный выключатель вот реально даже там ну так чтобы не не забивать себе голову не не забивать все какими-то сложными там теориями холодильного процесса как любят у нас все там как начнут там это это не это самое это дросселирование ну да какая разница дросселирование не дросселирование важно чтобы вы понимали суть происходящего термостат это обыкновенный выключатель что мы понимаем из этого что на термостате есть всего лишь два контакта два всего лишь два которые действительно нужны для работы холодильника и если вы взяли термостат и на нем там например 4 5 на предыдущем было два понятно что мы делаем находим два которые размыкаются замыкаются все на них подключаем провода теперь смотрите другая ситуация если наоборот если например было пять а вы ставите там два и получается что куда деть остальные три провода какие могут быть варианты я вам скажу так что в электропроводке холодильника там нету вообще ничего сложного вообще ничего сложного по сути что происходит в холодильнике наш термостат разрывает один из проводов вот мы все знаем что есть как бы у нас этот электрическая сеть 220 вольт там идет два провода фаза 0 на розетке холодильника причем на вилке то есть на вилке холодильника там нету обозначений фаза 0 то есть вы можете в принципе включить его как бы любой стороной и на розетках нет такой жесткой тоже как бы классификации что вот розетки там справа фаза должна быть слева 0 ничего такого нету все розетки подключены по-разному и вилку вы можете воткнуть тоже по-разному то есть по идее может оказаться у вас на любом проводе фаза на любом проводе 0 но дальше просто условно я так буду называть просто ну из-за того что такие цвета проводов и так удобнее так и ну как бы логичнее происходит значит я буду называть по цветам проводов значит а мне у нас коричневый провод я буду называть фаза там где синий у нас провод я буду называть 0 и вот если мы возьмем вот этот провод который идет у нас от компрессора к нашему термостату их лампочки то на этом проводе как мы увидим там идет всего лишь три провода. Там идет черный, коричневый и синий. Может еще идти там желтый, зеленый это заземление. Ну заземление мы откидываем, мы о нем не говорим. Значит у нас, смотрите, к компрессору идут у нас вот эти провода коричневый, черный. Это собственно вот та линия к компрессору, которую размыкает термостат. И у нас идет коричневый провод к термостату и возвращается от термостата черный провод на компрессор. Значит получается вот это и есть вот эти два провода, о которых я говорил. Коричневый и черный, которые участвуют в работе компрессора, в работе холодильника и которые размыкает наш вот этот выключатель наше термореле. Что дальше? Что с синим проводом? Чего он туда идет и для чего он нужен? Это второй из проводов нашей электропроводки. Коричневый это у нас условно фаза, а синий это у нас условно ноль. Теперь вопрос, для чего туда подается ноль? Ноль подается туда для лампочки. Для лампочки, которую вы открываете холодильник, она загорается. Может быть там в некоторых моделях есть какие-то более сложные системы. Может там не одна лампочка, несколько. Может там какие-то есть пищалки, там какие-то сигнальные устройства, что если вы там забыли закрыть дверцу, ну еще что-нибудь такое. В общем, но суть одна и та же, что туда идут те же самые провода, вот эти 220 вольт фазой ноль. И когда вы видите термостат, из которого много контактов выходит, там может быть там 3, 4, 5 контактов, там нету ничего страшного. По сути, вот этот термостат, это просто как бы такая мини распределительная коробка. Вот по аналогии, как в квартире идет электропроводка. То есть это просто место, куда подключаются провода. То есть если у вас запитана лампочка и для лампочки нужно питание там фаза ноль, то фазу берут с термостата. Ноль, вот этот синий провод, он подключается как бы отдельно где-то к лампочке. А вот фазы все берутся для всех устройств каких-то сигнальных, они берутся с термостата. На термостат ноль не приходит, ноль там не нужен и его там нету. Туда может приходить заземление и туда может приходить фаза. Ноля там нету, не бывает. Вот этот синий провод к термостату не подключается. И значит таким образом, что нам делать? Если у нас, например, термостат с двумя контактами, который мы поставили новый, или там с тремя, а который стоял раньше, он был с пятью. И у нас получается, что один провод или два не задействованы. Значит, какой вопрос? Нужно сделать, получается, подсоединить эти провода. Есть такие разветвители, называются электрические, которые ставятся, то есть можно соединить, даже не меняя вот эту родную проводку. То есть можно просто подключить, поставить такой переходничок и сделать, как бы взять отсюда там фазу. Либо же можно просто обкусить провода, смотать их вместе, поставить новый концевик на провод и подключить его к термостату. В общем, ну это вообще не вопрос и это вообще не проблема. И вообще я вам скажу так, что когда речь стоит о неработающем холодильнике, особенно когда холодильники какие-то старые, ну там уже как бы, ну не до вот этих, знаете, как фокусов, понтов, как говорится. Это же не то, что там вам коллекционный автомобиль, там Cadillac какой-то 1953 года, и вы там говорите, нет, я хочу, чтобы все было там родное, в комплекте, как вот он шел с завода, это коллекционный автомобиль, там. Ребята, это холодильник, какая разница, если он работает, какая разница, какой там стоял термостат, какой там не стоял. Единственное, что смотрите по температурам. Из вот этих вот температурных показателей термостатов, когда вы вот, например, заходите в какой-то магазин, там где вы заказываете, может быть интернет-магазин, смотрите характеристики термостатов. Там есть температурные характеристики. Берите те, которые включаются немножко раньше. Почему? Потому что я не видел таких старых холодильников, чтобы они выдавали лучшие характеристики, чем новые. Таких не видел я. Те, которые выдают характеристики хуже, чем новые, эти я видел. Значит, лучше ставить на холодильник, бэушный, на старый холодильник, тот термостат, который включается немножко раньше, выключается тоже немножко раньше. Значит, если там даже стоял родной термостат, который начинал выключаться от минус 15, поставьте лучше тот, который будет выключаться от минус 10, начиная. Вам будет легче, вам будет проще его настроить. Почему? Потому что ваш холодильник бэушный, он уже может не выдавать таких температур. Дело в том, что уже может быть и компрессор там какой-то подуставший, и где-то там масло в системе. В общем, какие-то вот эти мини-факторы какие-то, он как бы, ну нельзя сказать, что он не рабочий. Он рабочий, он работает. Ну вот он до этих минус 15 может очень долго тарахтеть, доходить. Вот, например, там минус 12 он выдает вообще без проблем. Спокойно там за 30 минут до минус 12 он доходит, и при вот этом термостате от минус 10 он выключается. Если вы поставите который от минус 15, ну он будет у вас там, я не знаю, час-полтора часа доходить до выключения. И это никому не нужно, ни вам, ни заказчику. И заказчику вообще все равно, какой там у него стоит термостат, какой там стоял. Ему важно, чтобы работал холодильник. Я даже скажу так, что если вдруг даже не получится там где-то подключить какую-то сигнальную лампочку, ну не ту лампочку, которая вот в холодильнике. Когда вы открываете дверцу, там загорается свет, понятно, что это такая опция номер один. Человеку надо видеть, чтобы не перепутать там, где колбаса, где сыр лежит. Это конечно надо. То есть эту лампочку вы подключаете как бы обязательно, в обязательном порядке. То есть это что, откуда мы берем, еще раз скажу. Синий провод, это наш ноль идет. Красный провод мы берем с термостата. Ну берем тот, который от коричневого, который доходит до термостата. Иначе у вас будет лампочка, это выключаться вместе с термороле, вместе с компрессором будет выключаться. Значит взяли оттуда фазу ноль, все, больше никаких вопросов, свет горит. Какие-то там сигнальные вот эти все прибамбасы, что там может какие-то огоньки горят, какие-то там звуковая сигнализация. Ну я вам скажу, что это не так уж для человека и важно. Если, например, у вас какой-то старый холодильник, вы чините там ему 10 лет, так уже какая разница, там пищит он или не пищит, во время того там открылась, дверь не открылась. Какая разница? Тут уже человек рад, что просто хотя бы чтобы он работал, чтобы пришел мастер, и быстро и дешево решил этот вопрос, и холодильник опять заработал. А если там какой-то светодиод где-то не будет гореть, я думаю, что в этом проблемы большой не будет. В общем смотрите, берем универсальные термостаты, термороле, каким пользуемся мы? Мы пользуемся, мы берем всего лишь их два. Мы берем К-59, который включается от минус 10, и мы берем К-54, который включается там от минус 27, по-моему. В общем К-59, К-54. Все, другие мы не ставим, мы их ставим на все холодильники, на все. Еще у нас на всякий случай про запас, есть с собой К-50, мы его ставим на те холодильники, которые регулируем по воздуху в камере. То есть ставим его наружу и регулируется воздух в камере, то есть замеряется. Он работает в таком диапазоне, что можно по самому воздуху ориентироваться. Во всех остальных случаях мы ставим К-59, К-54 и все, и других никаких не ставим. В общем все, всем пока, такой был выпуск. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, пишите комментарии. Все, всем пока, до новых встреч.